Всем привет, с вами Игромания, меня зовут Павел Болоцкий, рядом со мной Артавас Мурадян, который грозит, что уйдет. Но мы его закажем нужному человеку. Лысому. Да, лысому. Лысый крыся. Лысый крыся, да. Я изначально хотел назвать стрим Лысая крыса, но подумал, что это слишком зло по отношению к такому прекрасному, чувствительному, очень милому человеку, как Хитман. А, ну ты про меня сейчас говоришь? Нет, нет, куда про тебя? Милый чувствительный. Ну ты тоже лысый, но не очень. Не настолько лысый. Понимаешь, у него такое ощущение, что даже у Хитмана как будто бровей нет. А вот у тебя есть. Смотри, тут серьезные ожидания от стрима. Все, я... Ты должен стараться. Ну то есть мы играли в бету, я надеюсь, вы смотрели с Ваней, но мы там развлекались. То есть мы пытались выжать из беты все, что можно. Поступить неправильно, поступить правильно, поступить странно. А вот сейчас я постараюсь именно проходить игру по стелсу, вот это вот все как надо. Паша, а где девчонки? Девчонки переодеваются. Девчонки переодеваются, а я жму Х. А он пошел играть с лысым. Да. Ой, плохо прозвучал так. Ну, вы поняли, что я имел в виду. Не то, что вы подумали. Да. Так, ну... Тут, да, меню почему-то напоминает мне меню Иксбокса. А мне почему-то напоминает PlayStation 3 меню. Нет, там все было... Примерно так же. Разве? Ну, не знаю, в общем, может быть. Ну, я вот не знаю, начать сначала с прибытия, потому что, в принципе, эту часть с прибытия мы уже стримили и показывали. Прибытие уже было, да? Ну, это прибытие, это тренировка, вот, тренировка под наблюдением. Ну, там идет сначала немножечко... Ну, может, ничего не поменялось? Да, думаю... Ну, ладно. Ну, лучше пройди. Начнем сначала. Первый стрим. Тем более я не играл. Ты тем более Ваня, да, играл? Да, Ваня в основном. Вот, а ты хотел скипнуть. Ты из тех, кто туториал пропускает, да? Не, ну, я просто все видел, как там все делается, вот. Так что, не надо начала. Нет, все уж, уже поздно, уже все. Но я быстренько пройду, я более-менее помню, как там, с кем, с кем как взаимодействовать. Так что, я думаю, будет все отлично. Ну, плюс те, кто не успел к началу сейчас. 20 лет назад. Даже субтитры. Они тут переписали, типа, ночного, это перезапуск, типа? Потому что Хитман уже... Да, ну, типа того. Типа психбольницы, там все дела, этого всего нет уже. Типа, это я не знаю. Это самое начало его карьеры, он еще даже не агент, как я понимаю. Точнее, он уже клон. Ну, я просто не вникал в нового Хитмана, но в первом части старого Хитмана было как? Ты просыпаешься где-то в какой-то психушке, и ты там вот тут выбираешься, и тебя вербуют, там, и так далее. Ты молодец, всех убил, ты теперь агент. Вот в таком духе. Ну, вот здесь у него есть какие-то задания, которые надо пройти. Великолепный вид, правда. Диана. Кто-то у нас очень скрытный. Зачем я вам подсказываю? Вы умеете читать. Да, текст, кстати, субтитры мне нравятся, они такие крупные, на каше находятся очень. Да, жирненькие. Люблю такое. Жирненькие, да, хорошие все субтитры. Субтитры прямо на видео иногда плохо видно, вот это, конечно. Вот такой вариант радует. Это типа предыстория. Вот предыстория того, как он попал в больницу, видимо. Ну, нет, там типа его кло... Ну, неважно, не будем сейчас путать всех и себя. Не слышно голоса в игре. Ну, можно чуть погромче сделать? Чуть-чуть. Крапельку. Вот, мы сделаем чуть погромче, вообще должно быть слышно. Да, должно нормально. Напишите, пожалуйста, дорогие подписчики, как там со звуком. Это релизная версия? Да, это релизная версия, она выходит, если я не ошибаюсь, завтра, до 11-го. Ну, да, дата стоит завтра. Да, да, и, соответственно, сейчас вот можно стримить, и мы это делаем. Если можно стримить, то мы это делаем. Павел продолжает тему с косплеем. Причем, в этот раз он не из пакета сделан, он настоящий. Сюда можете потише сделать? Нет, вам, наверное, лучше тогда идти на YouTube и смотреть там трейлер Хитмана, если вы хотите, без посторонних голосов. Ну, может быть, нас очень громко слышат? Хотя не должно быть, мы не такие громкие. Диалоги в игре тихие. Давай я еще подниму, это не проблема, я вот еще чуть-чуть приподнял. Мне кажется, они в целом тихие в игре. Так, ладно, я отойду. Все, Арик отходит. Паша, что за красный галстук? Самый обычный красный галстук, видите? Даже с запонкой, как она, точнее, не с запонкой, как она называется, зажим. Видите? Все со значком. Все, трейд-маркет, как говорится. Это из коллекционки галстук, походу. Ох, кто-то, кто-то хорошо смотрит. Быть вам Хитманом в будущем. А может быть и нет. Думаю, это не так важно, ведь есть сабы. Да, есть сабы. Я могу вам озвучивать, конечно, всех персонажей, но не буду. Но не буду, да. Кстати, обратите внимание, что оружия нет. Если вы помните, в демке здесь было целая куча оружия, теперь его нет. Придется поступать по уму. Так, это у нас прицеливаться. Это... Это бежать. Вот, все. Это бетка? Нет, это не бетка. Это не бетка. Вот, надо, 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 надо. Паша пионером заделался. Не тот галстук, к сожалению, не тот галстук. Пролезть. Пролезу я. Когда будет свобода действий? Но здесь, видимо, они переделали бета-зону в зону обучения. Вот, теперь мне показывают, как мне надо... Нападение сзади почти бесшумно. Давай-ка нападем на него сзади. Как на тебя нападь сзади? А, вот. Усмирить. Усмирили. Это первое прохождение, его и не должно быть. Во второй раз появится. А, окей, окей. Отлично. Так, давайте утащим отсюда труп. Замаскироваться механик. Старайся без убийств. Стараюсь. Я его... Я не сломал ему шею. Он все еще... Все еще жив, видите, у него все хорошо. Так, переодеваемся. Ну, как сказать, все хорошо. Не очень хорошо, конечно. Ему все равно, скорее всего, придется отправиться в больницу. Так, а что у нас тут стуларика висит? Ну-ка, уберем его. Оп, все. Нету стула. Отодвинем. В игре есть раздражающий счетчик, как в Absolution? Я пока не вижу ни одного раздражающего меня счетчика. Можешь встать уже, мужчина. А, вот все. Это PS4, да? Да, это PS4. Так, не палимся, не палимся. Не палимся. Я помню, что в дальней... Вы можете вызвать подразделение, как... Так, ну, в общем, вы можете... Вас может заметить чувак, который типа начальник. То есть, вот эти, видите, эти чуваки меня вообще не палят. Им вообще посрать. Парни, я хитмен. Все. Я помню, что здесь был яд. Я хочу сразу взять яд и попробуем его сразу отравить. Взять. Отлично, отлично. Удерживайте R1, чтобы использовать инстинкт. Но, кстати, у инстинкта опять нету... Ну, точнее, видимо, и не будет... Как это? Короче, шкалы. Я сколько угодно могу это использовать. Бригадир своих знает в лицо. Именно, именно. То есть, бригадира не обмануть, а вот обычных глупых... Так, а, здесь же можно... Да, я сразу в матроса могу переименоваться, да. Сменить аватар. Так. Встает твой коллега и трясется перед тобой. Не подозрительно ни разу. Ну, может, он его троллят такой, типа. А за-за, я тебя затралил. Так, поднимаемся выше. Насколько я помню, у меня на самую верхнюю палубу... Точнее, нет, не самую, а вот здесь вот, по-моему, моя цель, да. А, вот моя цель, и надо ему налить. Отходи, отходи. Проходи. Проходи, не задерживайся. А, так, мне, наверное, надо убрать как-то. Ой, 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 нет. Как он... А, вот, все, убрали. Убрали, убрали. Так, я матрос. Я... Арик вернется. Паш яд не убивает, он только травит. Ну, вроде бы в этой игре оно... Ой, меня подозревают уже. Ой-ой-ой, я не... Я как-то не очень правильно поступил. Проходим, проходим. Беги, нет, нет, надо бежать. Нет, это не та кнопка, это тоже... Преступление замечено? Что? Что-то как-то меня слишком рано спалили, ну ладно. Короче, скорее всего, я все провалил. Вас раскрыли. Все. Груз-печаль. Я не очень понимаю, почему он у меня не хочет... Какой... А, вот, вот, какой кнопкой надо бегать. Странно, почему они меня спалили, я... Я же вроде все делал правильно. Не убивайте меня. Так, ну ладно, пойдем, чтобы... Да, чтобы, чтобы заново все началось. Так, окей. Ладно. Садись в фанерный... Повтор. Я повторю. Странно, я не... Я не понял, почему он меня спалил. Ну ладно, ладно, ладно. Ладно, ладно, ладно. Так, просто это все... Не пройдет. Так, ладно, двигаемся дальше. Я же мог загрузиться, зачем? О, а все нельзя... Нельзя загрузить. С какого-то момента он сейчас загрузится. Так. Тут я вошел, вот. Подтвердить. Просто цель тебя заметил. Да, я слишком поторопился бежать к нему. Уже релиз? Нет, релиз завтра. Релиз завтра. Так, все. Все по уму надо. Да, да, да. Я понял, что мне нельзя попадаться им на глаза. Я прохожу мимо. На тачке. Так, захожу сюда. Беру яд. Почему прыгнуть? Возьми яд. Прячь яд. Бежим, бежим. Так, тут у нас матрос. Матрос красный нос. Замаскироваться. Паша цель всегда палит. Окей, усек. Я все понял. Теперь я все понял. Не приближаемся к цели. Дождите, цель всегда палит. Я же должен его напоить. Ну, то есть, я же могу ему что-то подмешать. Как это он меня всегда палит? Сразу пойду на верхнюю палубу. А, только там можно пройти. Проходим, проходим. Сжечь. Вышла бета-7 андроида. Как игра? Не знаю. Я вот только-только начал. Эти ребята меня пока не палят. Нет, эти не палят. Всем всего хватает. Так, используйте инстинкт. Так и будешь? Вот, да. Проследуйте за целью. Я уже знаю, куда придет цель. Он, по-моему, будет пить из этого. Да-да-да-да-да-да-да. Используйте. Подмешивай быстрее. Он идет, идет. Он идет, подмешивай. Так, подмешали. А можно еще в этот тоже. Давай еще в этот подмешаем. Во все подмешаем. Пусть все отравятся, в конце концов. А, у меня больше нет яда. Окей. Окей. Так, изобразим. Понятно. Перестать сливаться. Эта команда нужна во всех играх. Перестать сливаться. А как работать? Я хочу поработать. Давай я перестану сливаться. И отойду. И перемещусь наверх. Цель палит тех, кто не занят делом. Ну, прям настоящий начальник. Так, ну, я перемещусь наверх, чтобы сразу потом на вертолете улететь. А буду смотреть отсюда. По идее, он должен сейчас выпить из того бокала. Ну. Я слежу за тобой. Пей. Пей. Я знаю, ты должен выпить. Он долго там будет стоять? Чувак. Кончай базарить. Давай. Давай, пей. 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 Судя по сохранению, он сейчас пойдет пить. Вот женщина отходит. Садится. Только не пей. Женщина, не пей. Он не умрет, он отравится, пойдет в туалет на верхней палубе. Ах, какой он, враг. Усмирить. Ждите и наблюдайте за целью. Так, ну, я тогда пойду захвачу еще какой-нибудь. Еще какой-нибудь что-нибудь. Какое-нибудь оружие еще сейчас надо найти. Так, этим можно кинуть. Тут есть туалет. Что у нас в туалете есть? Какие-нибудь вещи. Так, понятно. Отмычек у меня нету. Чувак по-прежнему там стоит и ничего не делает. Уже мне вот этот момент уже начинает не нравиться. Триггер что ли какой-то? Ну, то есть, пока я не вставлю, не вставлю, не встану и не буду изображать работу, он ничего не будет делать. Так, есть ключ, есть повар, есть молоток. Возьмем молоток. Молоток это ок. Аарик умеет шашлыки готовить? Я без понятия, спросите у него. Мне он никогда не готовил шашлыки. Ну все, ты облажался, вот не хочет он пить. Пить реализм. Видите, реализм. Слиться с окружением. Ну зачем так делать? То есть, пока я не подойду к этому месту и не посмотрю за скриптованный диалог, ничего не произойдет. Ну, ну окей, ладно. Ладно, это обучение, не будем придираться. Ну это же обучение, что ты хотел? Не жалуйся, Паша. Окей, окей. Шикарно, у меня еще телевизор отключился. Телевизор? Молодец. Сейчас, секунду. Я порылся в комоде и нашел. Включайся. Друг. Молодец. Нашел применение пульту. И пропустил. Так, перестать сливаться. Перестать сливаться. Он куда-то ушел. Пить не стал. Отвратительно. Проберитесь в кабинет. Понятно. Сюда меня не пустят. Так. Что? Зачем? Игра, зачем ты меня учишь сохраняться? Я нажимаю О, чтобы укрыться. Нажимаю. Нажимаю со всей силы. Камон, укройся. О, только за край может укрыться. Паша, что ты хотел от обучения? Много экранов? Кстати, когда у вас много экранов, у вас как минимум два варианта, а не один-единственный. Возьмите пистолет с глушителем. Взял. Удерживайте Л2, чтобы прицелиться, и нажимайте Р2. Тюк. Эть, эть, эть. Тюк. Преступление замечено. Выходим. Так. У нас где ступеньки? Там вот у нас ступеньки. Сливаемся! Убит посторонний. А мы потихоньку сливаем. Сливаемся! Так, это тут стоит. Мы тут обойдем. Нет-нет-нет, здесь проходить не стоит. Тут у нас. Отлично. Все, потихоньку уходим. Все это было в бете. Ну, не сов... Так-так-так-так, тихо-тихо. Не палим меня. А, я должен был выйти в костюме. Да, все понятно. Ну, ладно. Замаскироваться обратно в черный костюм. Все, уходим. Что у меня за спиной? Ничего у меня за спиной. Все. Бэм! И сразу такие фейерверки. Там, вы выиграли. Супер игра. На вертолете хотел же. Ну, можно было на вертолете, но я решил... Мне нельзя сейчас на вертолете, потому что мне показывали именно в кнопку. Надо обязательно в кнопку. Игра оптимизирована. Ну, я на PlayStation 4 играю, она не провисает, скажем так. В бете три миссии, это же фриланс и на Кубе. Ну, да, но оригинальная игра, то есть полноценная, начинается с этих же трех миссий, а потом еще Париж. А потом еще другие, которые будут вам открываться по эпизодам. Так что, ну, ребят, это обучение. Паша может в кнопку. Могу. Это то, что я умею лучше всего. Где Арик? Арик куда-то ушел. А когда будет Париж? Я вот эти вот пройду штуки, и будет Париж сразу же. Жаль, что ее полностью не русифицировали. Ну, субтитры хорошие. Сегодня утром Арик с Захаром вспоминали Max Payne 3. Хороший повод для стрима, Паша. Первый и второй Max Payne тоже отличные поводы для стрима. Там все шикарно. И главное, очень тяжело местами. Стоит ли брать? Если вы любите Хитмана, то вот я слушал Ваню, который любит Хитмана. Так, перед окончанием, может быть, так-то-то. Испытание. Продолжить. Что? Ловки. Продолжить. Продолжить. Так, теперь мне надо пройти это все своим способом. Да, дистанционный. Взрывчатка. Взрывай их. Взять монетку. Подожди. Взрывай их. Ты вернулся? Взорви их. Ну, ненадолго. Меня просили... Отлично, ты заслоняешь нам карту, ну ладно. Мы простим тебе это. Что же, расстреляем? Что? Карту отключай. Ты что? Можно отключить, думаешь? Ну, это же Хитман без карты. Настройки. Все по памяти. Давай, возможно. Ну, я шучу, ты можешь оставить. Инстинкт. А, смотри, инстинкт можно выключить. Да, все можно выключить. Типа как в первом Хитмане. Да, мини-карту. Вращение мини-карты. Ну, я оставлю все как есть. Слабый, слабый. Слабый маг. Да. Читаю комментарий. Ну, правда, я и так знаю, что тут делать. Я прекрасно помню. You know nothing, Джон Сноу. Я прекрасно помню, как мы в бете в это играли. Да. Это первая миссия с кораблем? Да. Тут все еще все картонное? Вертолет тоже? Ну, естественно, игра начинается именно с тех самых обучающих миссий. Это вполне логично. Ну, вот, и я как Ваня зайду сзади. Потому что у нас есть отмычечка. Использовать отмышечку. Арик, мы тут про экраны разговаривали. У-у-у. Про экраны. Это слишком серьезно. Да. Арик, я скучал по тебе. Спасибо. Спасибо. Сегодня бета-баттлфлит готик. Я не знаю, что это. Мне кажется, я не знаю. Я уже забыл, как приседать. Предлагаю тебе еще отключить картинку, играть только на звук. Отлично. Лучший вариант. Да. Почему ты? А, вот все. Нулик. Подкрадываемся. Паша же играл бетом. Я не играл. Играл Ваня бетом. Во-вторых, я не играю, потому что... Потому. Я не играю, потому что я буду отходить периодически. И не буду сидеть на протяжении всего стрима. А Пашу придется отдуваться за нас обоих. Да, и выбрасывать трупы, как обычно. В импровизированное. В импровизированное море. Да. Убит посторонний. А, смотри, я выбросил и теперь засчитал, что он умер. Ну, конечно, голова... Ну, это он сам виноват. Я что, я что, я ничего. Я тут ни при чем. Возьму ломик. Арик, мне Паша сказал, у тебя спросить, а ты умеешь шашлык готовить? Конечно, не самый вкусный шашлык. И это не шутка. Нет, 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 нет. А ты что-то в нем не переоделся? Мне другой нужен. Ну, пока мог бы хотя бы в нем. Да, ну, не обязательно. Вот в этой комнате есть одежда, которая мне нужна. Сейчас я использую тактику Ивана. Мне она больше всего понравилась. Пишут, что это что за бипец с водой. Я вам объясню для всех, да, кто не в курсе, это выглядит действительно странно. Но Hitman просто... Ну, вы помните графику, которую нам обещали? Но так как сейчас в тренде даунгрейдить графику, то разработчики решили, что зачем вам вода, ну, красивая, переливающаяся, если можно просто сделать бетонный пол и покрасить его синим. Ну, и все нормально. Все схвачено. Да. И вот, и картонный тут вертолет есть, если что, и вообще все не настоящее. Да. Вот, но причина, естественно, в другом. Это, типа, тренировочные задания Hitman, которые происходят на таком, типа, импровизированном полигоне, который вроде как декорация, скажем так. Арик, я люблю шашлык, можно тебя снять как личного повара. Такие услуги мы пока не предоставляем. Мне очень нравится Ванин вариант с подрывом. А, двоих? Да. Он был веселый, но я помню, что вы воспитывали какой-то определенный геморрой. С тем, чтобы его взорвать вдвоем. Сейчас, сейчас, сейчас. Аша, а здесь можно сливаться с женщиной? Вот. Вот. Ну, я не знаю, это по вопросу был адресован. Тебе я даже отвечать не хочу, потому что не знаю что. Пройденные испытания из бета сбросились? Не, но я так понимаю, что да, потому что это немножко уже, немножко релизная версия. Давайте стрим подготовки шашлыка. Возможно, ближе к теплому времени года. Сейчас я думаю, где он стоял-то, где лучше поставить этот. Ну, пусть, короче, будет тут. Надеюсь, все сработает. Ну, Арик, ну, го в МТГ с Лейерадной. Я ведь старался, договаривался. А она играет в МТГ? Я просто не весь стрим здесь был. Я заходил эпизодически, и мне нужно было работать. Я был немножко занят. Она играет в МТГ? Да, вроде да. Хорошо, может быть, может быть. Слиться с ним. МТГ это, понимаете? Смотреть на МТГ, если ты не знаешь, что происходит, очень тяжело. А вводить человека в МТГ, это очень долго. То есть, это прямо надо целую серию обучающих стримов сделать. Прям серию, объясняя там механики, как там, что и так далее. Ну, то есть, это не на часик другое. Это прямо серьезная такая тема. Смотри, почти одно лицо, только на тебе волос больше. А, имею в виду, можно ли сливаться с женщиной, как с барными стойками. Ну, типа, встал ряда на женщине, и такой, типа, индисгайз. Вот видишь, есть лучшая кнопка во всех играх, перестать сливаться. Вот если в осаде была бы, ты нажимаешь... Реально слиться, слиться, да? Ну, вот, видишь, перестать сливаться. Да, да, да. Типа, слиться с окружением. Да, я смысл понимаю, но немножко странновато, скажем так. Нам надо дослушать их диалог, потому что они, видимо, не остановятся, пока... Вот, сохранение пошло. Воробей не может умереть. Лей должна в МГС... А, в МГС 5 с полным погружением в роли Молчуни, само собой. Я ее спрошу, есть ли у меня такой косплей. И, блин, в Молчуни главное это рваные чулки, а на стриме обычно мы показываем все, что выше. Не, ну там, этот, бикини тоже не чудо. Да, ну и там такое бикини, что, я думаю, Twitch нас быстро забанит за это. Почти сразу. Да, почти сразу какие. А? Они сидят и ждут, когда они начнут... Можете объяснить, что будет в первом эпизоде и стоит ли он полторы тысячи? Если человек, который постит, даже два человека, миллионы смайлов не прекратит, я, наверное, его забаню. Потому что это... Там уже двое таких. Меня расстраивает. Вот. Так вот, о чем я говорил. Про поводу, что происходит, что будет в этой бете... Ой, бете, господи. В этой части, в этом эпизоде. Ведь Hitman теперь эпизодическая игра. За полторы тысячи рублей. Я думаю, вы можете наблюдать, собственно, за Пашей. За его игрой. И пока будет, я так понимаю, две обучающие миссии. Это вторая уже или первая? Да, это все еще первая. Вторая царская, где-то отправляющая его в космос. Да, 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 да. Ну и сложнее, по-моему. Потому что мы как-то... А мне казалось, что вы на корабле больше как-то научились. Ну, неважно. Мы на корабле больше раз пробовали просто разные способы, разные тактики. Я вот жду, когда этот чувак пойдет уже отсюда. Хватит пить. Ты и так уже черный. Хватит пить. Я уже устал сливаться, понимаешь? Я хочу нажать кнопку «Перестать сливаться». Все, давай, 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 ну, ну, уходи. Ты уже пьян. Тебе пора в свой кабинет. Ну, что за поза? Будет ли анбоксинг коллекционки нового Хитмана? Да, будет. Уже. Будет, будет. Все будет. Он, походу, не собирает. Я так понимаю, что пока я не подмешаю ему что-нибудь в вино, он отсюда не уйдет. Да, он опять встал в ту же позицию. Ладно, я пошел за крысиным ядом. Ты меня вынудил, чувак. Я хотел по-хорошему. Хотел просто дождаться и подорвать тебя на мине. Простите, вы Берт? Барнелл сказал найти вас. Я не Берт. А этот меня спалит? Извините, до свидания. Простите. До свидания. Он тело еще умудрился найти. Поищите мужика в белом костюме, цель ждет его. Ой-ой-ой. Ну, я думаю, Паша же разобрался, да? Я думаю, меня сейчас... А что за поиск от тебя ищут? Да. Ах, ты грязный-грязный маленький мальчик. Грязный-грязный хитмен. Это кто там тебя так называют? Не знаю. К хит в револьности допускает себя. Все, не найдете меня. Никогда. А, вот пришел, пришел черт. Сколько будет играть в стиме? Я думаю, что в стиме наверняка уже есть цена, если игра выходит завтра. Игра 2006 года? Нет. Игра 2002 года. Те чуть не спалился. Что за бочком? О, несчастный случай. Отлично. Это не было? Я не помню. Ну, надо подождать, чтобы он здесь оказался. А он опять уходит теперь. Вот только я... Смотрели фильм Хитмен? Я смотрел старый фильм Хитмен, новый еще нет. Я еще морально не готов. Вот, отлично. Все, он идет в комнату. Сейчас я его просто подорву ему. А тебя одного надо взорвать или двух? Ну, я так понимаю, что одного выходи из-за этого. А, белого не надо. Да. Куда он пошел? Ну, он в комнату, наверное, зашел. Не, он, походу, меня палить пошел. Да что ж ты... А с чего ты взял? Да вон, я смотрю его. Вот, видишь, он вышел. А-а-а. Он вышел из кабинета и сейчас... Вот, сейчас идет обратно. Может, он сказал, типа, никого ко мне не пускать? Так, 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 спрятались. Так, где взрыватель? Взрыватель, взрыватель. Не вдумай смотреть новый, Ари, ты не переживешь. Нет, я прекрасно понимаю, что я не переживешь. Взрывай, конечно, давай быстрее туториалу пройдем. Да, я пытаюсь отгонять. Бум! Найдите выход. Естественно. Я улечу на вертолете в этот раз. На картонном? Да. Бум. Пук. Вот так вот. Бюджеты уже не те у Хитамена. Этот, как его... Джеймс Бонд уже не тот. Все отговаривают мне смотреть новый фильм. Видимо, все совсем плохо там. В конце миссии показывают твою статистику ранг. Я думаю, да. Потому что это... Вы прошли курс. Продолжить. Я думаю, в обучении, видимо, нет статы, да? Но я либо ее уже промотал, потому что она слишком долго появляется. Либо сейчас будет... Ты нажал, наверное, заново. Нет, вряд ли. Она что-то новое рассказывает. Нет, ну тогда все хватит. Я уже... Хватит обучаться, да, уже. Тут я уже был. Выбраться... А как выбраться в меню? Как выйти из игры? Свободная... А, ну, можно сейчас, наверное, будет слиться, да. Чего-то подвисает. Да, да. Думает... Думает... Так, задача свободная. Когда будет анонс игры для двойного удара? Ну, я думаю, завтра будет анонс игры. Мы можем, в принципе, сказать, но зачем? Это же разрушит интригу. Нет, это мне не нужно. Кто из вас хитман? Павел? Из нас хитман Павел. Выйти в меню, короче. Все. Я прошел уже два раза, этого достаточно. А, ты сейчас два раза прошел? Сначала они тебя ведут за шкирку. Говорят, делай так, как мы тебе говорим. Потом тебе говорят, ты можешь поступить как угодно. Но я уже прошел как угодно, и мне сейчас опять, видимо, да, я что-то где-то не там нажал, и мне опять сказали, поступай как угодно. Ну, я не хочу второй раз туда. Не хочу поступать, хочу, чтобы меня... Ну, иди в Париж. Да, иди в Париж. Да, все, пошли в Париж. Гвоздь программы. А сколько миссий в Париже обещано, не помнишь? Или там вообще одна? Я вообще не в курсе. Сейчас мы увидим, что такое хитман. Задачи. Что за задачи у тебя? Можно видосик посмотреть? Да, видишь, гвоздь программы. А, ну это задание. Твоя дистанция – это Парас-фашен-шоу Сен-Венка. Одна из лучших футюр-грантов. Твои цели – Сан-Гуинона Виктор Новиков. Виктор Новиков. И далее Марголис. В прошлом супермодель. Новиков и Марголис – это, в fact, ринг-соу-соу-соу-соу-соу-соу-соу-соу-соу-соу-соу-соу-соу-соу-соу-соу-соу-соу. Всем привет, меня зовут Женя. Как зовут вас? Нас зовут Арсавас Мурадян и Павел Болотки. Меня звать? И вы на канале Германил. Добро пожаловать. Это фулл. Это не Бетко. Это уже первый эпизод Хитмана Нового. Да, Париж. И нам расскажут про ужасные вещи, которые понаделали вот эти вот люди. Вот эти вот самые люри. Тайный аукцион Яго. Сейчас остановим всех. Сейчас всех остановим. Я запомнил ее сережки. Денежный мешок. Она похожа на персонажа Драгон Эйдж. Из последнего Драгон Эйджа я забыл, как зовут эту татуированную женщину. Татуированная женщина? Ну, она не татуированная, но... Моригон, что ли? Да, вот на Моригона она похожа. Прическа не та и уши не те. Вот тут расстроен, что завтра не будет Far Cry. Но можем отменить двойной удар и поставить Far Cry. Но тогда расстроится Сергей Телюрик. Да. И мы не хотим его. Так, любое оружие, любая маскировка. Любое оружие, любая маскировка. Окей. Планирование предметы в тайнике. Скрытое оружие. Маскировка смокинг. Монетки. Экипировка удавка. А, то есть я могу это настроить? Да, тут управляют тебя, что не из третьей, а из первой. Но я так понимаю, ты в первую Dragon Age 4 не играл. Моригон. Я вроде не... Я из первой? Нет, я искал из третьей. Ну, из последней же была вроде. Моригон, да. Но и в первой тоже она была. Но я просто запомнил ее образ именно из последней. Вот мне больше всего напоминает. Не фонат. Да. Нет, я начинал, но мне не зашло. Привет, уважаемый. Я Криллиза тоже купил себе такой галстук. Я лысый, и многие говорят, что я похож на 47-го. Удачных вам стримов. Часто смотрю вас со своим сыном. Хоть ему полгода всего. Но надо приучать к прекрасному с детства. Так, я лучше возьму... Поздравляем вас с полугодичным сыном. Вот мычку, экипировку. Так, все, начальный. Главный вход. А, все остальное. С кухни могу начать, с гардеробной. А ты еще можешь выбрать, откуда начать. Ну, некоторые, видишь, закрыты. Прикольно. Типа надо выполнить. Чтобы открыть, пройдите дополнительные испытания. То есть, проходишь еще испытания, и тебе открываются новые возможности. Блин, прикольно. Вот если тут действительно хороший простор для репейлабилити, то разные входы, это прикольно. Вот видишь, есть испытания. Но подожди, я понимаю, что Париж, там всего одна миссия, что ли, сейчас будет? Ну, сейчас увидим. Но, я так понимаю, там большая локация, которую надо долго и усердно окучивать. Что за советы? Не надо детей с детства приучать здесь задрогаться. Но это странно, особенно, когда люди смотрят стрим и говорят, что, ну, то есть, вы противоречите, как бы, себе, во-первых. Во-вторых, задрогаться, это играть по 10 часов в день в WoW. Это да. Да. Вот. Или по 1000 часов в доте, например. Да, это уже серьезно. Да, вот к этому человек должен прийти сам. Вот. А смотреть на прекрасных, милых, бородатых мужчин, рассказывающих про игры, по-моему, мне бы такое в детстве. Да. Хотя у меня был Супонев. Личный. Личный маленький Супонев приходил к тебе такой, я расскажу тебе, Арик, про игры. Да иди. Да иди. Походу, это уже нормально. Так. Что? Сложно читать текст. Сейчас. Сейчас. Нормально. Ну, сложно читать текст, потому что он сложно написан. Походу, это уже нормально. На днище игры толкать. Absolution был прорывом, а все вернули к Bloodman. Но по поводу Absolution, мнения разделились. Мне сама игра нравится, мне не нравятся некоторые решения, из-за которых я не могу пройти игру. То есть меня люто, просто нереально люто бесит то, что ты одеваешь... Я уже миллион раз раз взглянул, я знаю, что я повторяюсь, но, тем не менее. Ты одеваешь полностью, закрываешь свое лицо, а тебя палят, блин, люди. Это странно, это дерьмо. Вот. Извиняюсь перед полугодовалыми детьми. Которые еще не знают этого слова. Да. И не хочу их приучать. Но не суть. Вот. Я считаю, что это неправильное решение. Я из-за него просто дропнул игру, вот серьезно. Потому что меня это взбесило. Потому что я всю игру хотел изучить локацию, спокойно не мог. И я такой, наконец-то, думаю, сейчас я одену маску, спокойно пройду без стресса, там, тут посмотрю, там, и тут как бы, ну, и вот. Бладмане была очень хорошей частью, мне нравится Абсолюшн, Бладмане вообще вся серия нравится. Моя любимая вообще первая часть, поэтому я бы вообще был бы рад, если все к первой части вернул. Почему нет? Вот. Так что, ну, это очень спорно. Арик Павлентий, Павлентий, Паш. Что так называют? Нет. Усмирить. Усмирить женщину. Женщина, можно я тебя усмирить? Я не понимаю, что это, ну, почему усмирить-то? О, давай сделаем с фотографии. А если бы ты ее усмирил, это цель была, что ли? Нет. Ну, она не цель, ты можешь кого угодно усмирить. Переодеться в женщину, можно? Нет, вот этого я не могу почему-то усмирить. Ты никого не можешь здесь усмирить, кроме этой женщины? Вот эту могу, видишь. Когда со спины можно только усмирить. Усмири. Так, выходит. Что если его убить на публике? Виктор Новихоф, глава Сан-Гуина и руководителя Иога. Я тебя давно в сети Battle.net не видел, заходи хоть дейлики выполнять. Ну, пока я сделал паузу. У меня вот с Hearthstone и вообще с играми от Blizzard вот так вот меня накатывает. Я начинаю очень много играть прямо. Мне нравится, нравится. Потом я... Ну, что-то выходит другое, моё просто внимание переключается. Вот. Не было бы сейчас, например, Rainbow Six Siege, я бы, наверное, в Overwatch люто играл. Ну, просто у меня... Вот Siege мне просто оставляет больше удовольствия. Она ни хуже, ни лучше. Просто именно в ней там то, что мне нравится намного больше. Хотя в Overwatch тоже, ну, мне очень-очень нравится. Отследить эту возможность. Ну-ка, отследим сейчас. Что за возможность? Вот это я обожаю. Может, кто-нибудь подскажет полное название этого Hitman. Сторон-то скачать можно? До свидания. Куда я попасть не могу. А Мафии 3 ничего не слышно. Ну, слышно, она выйдет. Всё хорошо с ней. Куча роликов в интернете. Посмотрите. Алик и Паша кем вы хотели работать? В юноше. Я хотел заниматься в юноше. В юности. Я хотел работать в юноше. Юность это как-то. Я еще в юности. Да. Не знаю. Я хотел заниматься, ну, работать в кино. Я поработал. Может, хочу? А ты, Паша? У меня как-то очень быстро запалили. А у меня тут типа фразы. Извините, я случайно не туда повернул. Полагает, игра или стрим? Дропы есть? Ну, у игры есть. Я имею в виду в кадрах. В кадрах именно. У игры есть какие-то проседания. Потому что я смотрю в чат. Проседания. Ну, потому что, вы смотрите, очень много людей. Большая локация. И то есть это не просто болванчики, которые там, вот я отойду, они через секунду исчезнут. Они просчитываются, они что-то там разговаривают. Так, там тоже закрыто. Пользователь с ником 1Grom1 пишет. По-моему, в мафии главный герой негр. С ней явно что-то нехорошо. И смайл капы. Ну, как я вам скажу. И если вы серьезно пишете, то значит с вами что-то нехорошо. А если нет, то, ну, окей. Попытка набросить не удалась. Вот мне интересно, кто-нибудь вообще... Кир М01. Я сегодня буду читать никерс. Вот мне интересно, кто-нибудь вообще сейчас хочет стать космонавтом? Короче, меня спалили. Ну, кто-то хочет. Супер-супер по-тупому меня спалили. То есть меня дали пройти, мне никто не... Они такие передо мной встали, да, проходите. Я прошел. Мне сказали, нет, стой. А почему ты не сделал вид, что ты сдаешься? А нахрена это, ну, проигрыш-то, в любом случае? То есть я просто не понимаю, почему... Так может тебя поставить в тюрьму, ты потом оттуда выберешься. Да, да, через 10 лет. Ну, почему нет? Ну, не в тюрьму, там, в карцере. Ну, это, в общем, странно. Ну, я не люблю такие вещи, когда... Ну, вот мне там другие охранники, они такие говорят, стой, не иди сюда. Тебе сюда нельзя. Ты проходишь, тебя убивают. Но здесь я прошел мимо них, они такие по стойке смирно встали. Да, проходите, а потом... Да, окей. Так, Uncharted 4 будет только на PS4. Да, да, это PlayStation эксклюзив. И, ну, PlayStation, насколько показывает практика, свои эксклюзивы не выпускает на ПК потом. Ну, то есть, есть там прецеденты, парочка, но их немного. Ну, то есть, не рассчитывайте. Когда будет следующий стрим по Радуге, спрашивает Сосочек Макаренкова. Ну, я думаю, уже на следующей неделе, скорее всего. Как долго загружаешь. Я хотел стать пожарным, вот тут пишет. Хорошая работа, мне кажется. Да, загрузки довольно прилично занимают времени, кстати. Ребята, это ПК уже или консоль? Нет, у нас версия PlayStation 4. Но я думаю, что она будет не сильно отличаться от ПК-версии. Не только визуально, хотя вот Хидман выглядит очень-очень красивенько. Но я не видел ПК-версии, поэтому ничего обещать вам не могу. Надо найти какого-нибудь охранника-отшельника. А что ослабить? Ну, чтобы потом все взорвать тут. Типа там газ. Еще какая-то возможность. Снова тупой искусственный интеллект. Я пока не берусь судить. Это сложно сказать, потому что в Хидманах, но в Хидмане, чтобы прочувствовать весь искусственный интеллект, надо играть и играть и играть. Кто вы по специальности, Арик и Павел, спрашивает. Павел Петров. Кем? Такой ник. Что? Кто я где? По специальности ты кто? На кого учился? Менеджер. А я... У меня в дипломе написано руководителем видеостудии и преподаватель. Арик, что о шарпеях думаю. Не думаю о шарпеях. Иногда я думаю о шарпеях. Так, вот возможно можно пройти по... Так, кажется я нашел одну из лазеек. The Houdini пишет. Долбанная реклама. Неправда. Реклама – двигатель прогресса. И это не шутка. Кто-нибудь из вас играл в Quake Life? Мне кажется, лет пять назад или четыре. Вот. Ну, норм. Ну, Quake. Ну, я небольшой поклонник, но... Я с другом играл, я когда... Ну, жил тогда с соседом. Ну вот, и мы с ним по вечерам после работы рубились. Арика, Паша, как вы относитесь к стоп-геймам? Ну, никак. Я, ну, ну, ребята... Не относимся. Ну, как-то так, да. Ну, то есть я на всяких ивентах, посвященных там играм, всяких пресс-ивентах встречаюсь с представителями, с ними общаюсь. Ну, как-то... Все в рабочих рамках. Ваше мнение о GTA 5? Шадивер, прекрасная игра, одна из вообще великолепных, великолепнейших представителей современной игровой индустрии. Вот так вот. Павел? Солидарен. Я говорил, не буду тебя отвлекать. Я пытаюсь... Как вам Alien Isolation? Я не играл в Alien Isolation, потому что она страшная, и там надо шкериться всю игру, а я не очень люблю, когда она шкерится всю игру. Ну, не всю игру, но вы поняли, считай, имею в виду. А, я не могу ее спрятать, да? Она слишком большая, чтобы спрятать ее в карман. Слава богу! Тогда сбросить. Вот молоток, я, понимаешь, молоток могу спрятать. Стоит ли ожидать новую часть Splinter Cell, а то Blacklist давненько вышел, пора бы уже добавить стелса в выходящие игры. Но если вам не хватает стелса, то попробуйте Metal Gear, который, на мой вкус, за прошлый год геймплейно вообще сделало очень много для жанра стелс-игр. И я считаю ее реально многим недооцененной, потому что мы все такие, да, да, круто, круто, но там ведьмак-игра года, ну, условно. Или Blackburn-игра года, а все, как Metal Gear, как-то так. Как-то не очень. Ну, возможно, из-за второй главы и отсутствия третьей, но это все условно. Так, он проходит. Мне кажется, игра реально пока не очень. Ну, я не знаю, вы играли ли вы много в Hitman, но Hitman, они такие, а это типа не про то, что пью-пью, экшен, сейчас я всех перебью. Ну, то есть вы можете так делать, и это прелесть Hitman, но здесь это реализовано, я не знаю как. Пока что вот мы с вами впервые, можно сказать, смотрим на него, ну, не считая беты, где были миссии тренировочные. Он тебя ищет, сейчас будет заходить, так что готовься его побить. Нет, я спрячусь в ящичке. Теперь попробуем быстрее, вылезай из ящика. Что побьешь его, что-то переживаешь. Не хотел я с ним драться. Вас раскрыли все равно, что-то переживаешь. Но это он меня только. Да. Замаскироваться на телекан. Смотри, как он ножку закинул. Отлично. Замаскировался, тащи, тащи. Вы говорите по-английски, ну так. Я вот с американцами в выходные играл в дивизион, и так, да-да, я говорил, как, когда, знаете, нужда заставит, сразу начинаешь говорить. И тебя сразу начинают понимать, да. Ну вот теперь у меня получается, эти ребята не будут понимать. Да. Как вам дивизия? Мне очень нравится, я сейчас 10-го левела испытываю восторг. Ты мог заставить, да-да-да, я как раз его решил захватить. Поглашающий удар в ягодице, да-да, что-то типа того. А, не можешь в карман, да, положить? Не можно, можно, маленький предмет. Маленький предмет. Ну, ну ладно, ну, может поместиться, да, ладно, окей. Здесь больше песочек, с чем в Солюшем. Насчет песочек, я говорю, пока сложно судить. Пока вот. Я думаю, в конце стрима Павел подведет какой-то итог тебя, кстати, поиск. Тебя кто-то запалил. У меня могут вот те, которые с точечками над головой, они могут меня спалить, остальные. Но охранники не могут, по идее, я могу попасть в закрытые сектора. Димитеру спрашивает Арика, за предзаказ 300-рублевой версии Hitman дают плюху Requiem. Я вообще не понимаю, о чем вы, если честно, потому что я не в курсе плюх, которые дают за предзаказы или не дают. Поэтому, Паша, ты понимаешь, о чем вы вече? Ну, там есть какие-то разные версии Hitman, я так понял. Ну-ка, я тебя опять не отпустил. Он тебя спросил, как дела? Можешь пройти, я думаю. Окей. All right. Good. Так. Потихоньку продвигаемся. Пацаны читали Клайва Баркера? Нет, смотрел только фильм по его книгам. Но он же по Дракулу же написал, по-моему, да? Я, к сожалению, в именах очень плохо ориентируюсь. Так, продолжим. Где женщина? Ага, женщина вон. Джан Гор. Ян Гор спрашивает. Какие игры вас интересуют из тех, что выйдут в 2016 году и о которых мало известно? Last Guardian. Они очень известны почти. Final Fantasy VII Remake или Remaster, как он там называется, я не помню. Очень мне интересно, что получится. Final Fantasy XV. Хотя они, в принципе, довольно много известны. Что еще? Watch Dogs 2. Очень интересно, потому что будет Сан-Франциско. Я так понимаю, судя по слухам. Какое зеркало. О чем еще мало известно. Так, на вскидку, сложно, потому что, ну, в голове, как не... Ну, то есть, когда вот кто-то о чем-то говорит, сразу же, а, точно, вот эта игра. Ну, а так, в принципе, вот, наверное, вот эти, о которых мало известно. Опс. Так, я могу убить его, кого-то убить, пока... Устроите потом стрим стрим страданий и взгораний в DS3, когда выйдет. Мы обязательно устроим стрим марафон и будем стримить в Dark Souls, пока у нас руки не отсохнут. Какая часть МГС твоя любимая? Третья часть МГС моя любимая, потому что я считаю, что это лучшее, что сделал Кодзима вообще за годы. Но, дорогие справедливости ради, я до сих пор, к сожалению, не добил еще пятый МГС, поэтому не могу судить. Пятый мне тоже очень нравится. Но третий, даже не геймплейный, потому что управление там жуткое, какие-то геймплейные, естественно, она устарела, потому что после четвертой части там геймплей совсем преобразился в лучшую сторону. Но именно сюжет, вот вся вот эта клюква, вот эти вот яблоко-молоко, там вот это все, это прекрасно. И вот эти все сцены сюжетные, срежиссированные Кодзимой, это, ну, не забывая впечатлений, некоторые моменты они просто пробирают чуть ли не до слез. И там, да это супер, ну, то есть, до супер мурашек, я бы даже так сказал. Есть сцена моя любимая, одна из моих любимых, когда побеждаешь одного из босса, а потом ты поднимаешься по лестнице, потому что это где-то под землей происходит. И ты по этой лестнице сначала карабкаешься, она длинная-длинная, ты карабкаешься, карабкаешься, потом начинает играть музыка, вот эта тема основная. И она играет, и ты карабкаешься, ну, то есть, это настолько крутая сцена. Но, естественно, играть там на стриме, там пока еще что-то, это совсем не то. Потому что ты когда один играешь, ты погружаешься, и у тебя просто, ну, это была прям, ну, чуть ли не кульминация, это было прекрасно. Вот, третья часть не повторяю, вообще просто бесподобная, я всем рекомендую. Идёт, идёт, идёт. Извините, да, я вас отвлекаю очень сильно. Сейчас, 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 возможно, будет убийство, если у меня всё получится. Детонатор. Ой, он мне палит, палит, палит. Подозрение, подожди, подозрение, может ты всё-таки? Отходим. Извините, извините, я не накрасился. Ребят, сколько мысли начальной версии хитмэкс? С Шелима мы не знаем, вот мы сейчас с вами можем наблюдать. Он бежит за мной. Он бежит за мной, бежит за мной. Давай его заведём. С лейся там, с чем-нибудь. Сейчас мы его заведём в опасное место и убьём. Так проще всего будет. Арик, у тебя есть штрих-код на лысину. Спрашивай мне о Йозефку Мурадяна. Тебе не стыдно? Тебе не стыдно, но вот правда. Пускай Dark Souls 3 постримит человека, который не играл ни в одну часть серии. Будет забавно смотреть... Не будет забавно. Многократно будет умирать на самом первом боссе или каких-нибудь унылых монстров. Не будет забавно, я вас уверяю. Это не будет забавно, мы можем посадить Пашу, я так понимаю, ты не играл. Я играл... Ну, я не играл в Dark Souls, я играл в Bloodborne. И я видел, как я играю в Bloodborne, и это совершенно не забавно. Но вы просто смотрите, как чувак убивает двух первых... Даже не боссов, мобов просто, и умирает на третьем. Убивает двух третьих, точнее, первых третьих, и умирает на четверых. Мне кажется, было бы весело посадить какую-нибудь девушку, попробовать. Мне кажется, то же самое. Нет, там будет хотя бы визги, писки и так далее. Слёзы, да. Энтертеймент, так сказать. Ну, конечно, это ж всё юмор юмором, но... Нет, сажать надо того, кто умеет в такую же. Наоборот, да. Поверьте мне, даже тот, кто будет уметь играть, он всё равно будет страдать. И боль, и страдания... Причём, в прямом эфире, когда ты первый раз играешь... Посмотрите стрим по Bloodborne, первый вот самый. Шесть часов я играл, и последние два, по-моему, часа, я пытался убить одного босса. Просто это... Это такая... Вообще, такое безумие. Вот, потому что на стриме намного сложнее сконцентрироваться, подумать о тактиках каких-то. Ты такой сидишь, что-то там говоришь, пытаешься, и это всё сводит с ума. Вот. И это тоже весело. Посмотреть в бинокль нельзя. Кир М01. Арик, ты меня так и не добавил вчера в друзья в PSN. Прости, но у меня там висит запросов 100 штук. И мне очень сложно... Я не хочу добавлять всех этих 100 человек, потому что... Я как-то уже добавил очень много людей, потом, не знаю, мне там подключались в GTA в онлайне, какие-то школьники, которые матерились просто не переставая. Я такой, господи, что происходит? Понимаешь? Стоп. Я просто, правда, не вижу смысла, это не что-то... Типа, не хочу. Просто в этом нет смысла, на мой взгляд. Просто добавлять людей. Если только вместе вот играть. Например, там в Hearthstone, вот мне несложно добавить, потому что там я понимаю, в чём поэм. У Hitman теперь есть Орлинное зрение. Да, вы пропустили Абсолютно, но ещё там было. На что лучше брать Hitman на ПК или PlayStation 4? Я как-то в случае с Hitman, я придерживаюсь очень странного мнения. Я бы взял на ПК. Объясню почему. Потому что, когда у меня в детстве я играл в Hitman, в первого, второго и так далее, потом мне как-то, Толик, какой-то из Hitman, у меня уже ПК был слабый, и он не тянул. Я пытался играть на PlayStation 2. Я испытывал дикое неудобство и в игре на джойстике. Но сейчас, естественно, уже не так, но вот у меня осталось в голове вот это вот понимание, что если я играю в Hitman, то я хочу у него играть на ПК. Но, в принципе, я думаю, что это не принципиальный вопрос. Вопрос только в том, насколько вам удобно, где играть. То есть это такая вот тема чисто личная. То есть тут нет такого, что тут надо играть или здесь надо играть. Я думаю, что пока что про ПК-версию я ничего не знаю, но если они равнозначные, то тут выбор только в удобстве и в финансах. Ты же знаешь, что сейчас будет. Ты высмиришь его, да. Арик, как думаешь, стоит ли читать Дюну, спрашивает Грон 2302. Знаешь, вот у меня та же проблема. Я никак не могу решить, стоит ли читать Дюну. Потому что я знаю спойлеры. Вот. Ну, в смысле не спойлеры. Понятно, что я фильм смотрел и так далее. Нет, не такого характера спойлеры. А характера... Я тебе не мешаю, да, что я тебя рассуждаю? Нет. Но я могу наоборот уйти и замолчать, если тебе проще. Нет, мне тут просто все очень вариативно. И я пока вот реально не могу понять, как проще всего это сделать. Если я тебе буду мешать болтовней, ты скажи. Потому что так как ты наоборот сосредоточен, я вот развлекаю людей. Фишка Дюны в том, что там есть много очень книг, 7-х, что-то, или сколько, ты не знаешь? Ты не читал? Дюну не читал. Вот. И с Дюной там сложно. С Дюной сложно, потому что она очень интересная, там, офигительная вселенная. Но вот мои друзья, у них мнение делится. Кто-то говорит, читай это там потрясающе. А другие говорят, не читай это не потрясающе. Ты там потратишь кучу времени на очень странные сюжеты. Потому что там, типа, после первой книги, только после какой-то, там, типа, поход 10 тысяч лет, еще что-то, в общем, и так далее. Не хочу спойлерить, если бы можно было спойлерить, но я просто не хочу тех, кто хочет читать, там, испортить впечатление. Но там такое безумие вообще происходит, что, ну, из разряда сон собаки. Ну, там без... я имею в виду не похоже, а по духу, что, ну, полный, полный крышеснос. Арика, а Паша говорил, чем тут девочки на стриме занимались? Паша, что я пропустил? Да ничего не пропустил. Ничего не было, он говорит. Полный комплект Хитмана входит в все миссии, которые будут постепенно выходить. Да, это не миссия, а эпизоды. То есть, они разделены на эпизоды. Я не знаю, сколько в каждом эпизоде будет миссии. Может, это будет одна миссия, может, две и так далее. Вот, ну, да, полная версия Хитмана, в нее входят все эпизоды, они будут выходить, и вы будете их получать, соответственно. Сколько будет миссий в первом эпизоде? Ну, вот пока первая миссия, не считая тренировочных. Не, она очень большая. И, возможно, она единственная, потому что вот Паша бегает по гигантской карте какой-то нереально гигантской. Арика, когда у Overwatch и Ларри, это же две разные игры. Как вы их сравниваете? А можно топор себе? Конечно. Закинуть в рюкзак? Нет, в рюкзак нет. Мне же не вряд ли. Дюна, стоит читать хотя бы оригинальную, но необходимо в свободное время много намешанного всего. Да, да, я об этом, собственно, и делал, что там прям надо с головой погружаться. Тебя Солайер Снэйк просит сохраниться и попробовать показать, как реагирует толпа на стрельбу. Но я не знаю, тут есть... Мы делали... А, смотри, нет, подожди, у меня есть какая-то... Это зачем? Что значит, у тебя появилась лампочка? Это возможности. Они рассказывают тебе один из вариантов, который... Вот я сейчас нажимаю. Один из вариантов, которым ты можешь воспользоваться. То есть у меня уже... Он тебе вот что-то сейчас хотел рассказать как раз. А, он еще не договорил, видимо, сейчас. Вот. И они тебе рассказывают, ты можешь попробовать этим воспользоваться. Человек с волшебным ником, срака один, пишет. Добрый вечер, когда будете в АПБ Reloaded? Я так понимаю, All Pullits... Как там называется? АПБ как расшифровывается? All Point... All Ballentine. 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 Балентine. Я думаю, не знаю. Я... Может, когда-нибудь, может, никогда. Пока нет необходимости в этом. Так, это хороший вариант. Найти рецепт в подвале. Просто Саша Пушкарь обещал Overwatch и Ларри. Так когда? Так спросите Сашу Пушкаря. Вот. Вы знаете о игре Mount & Blade 2? Слышали? Когда продолжение Brutal Doom? Не уверен, что... Ну, я думаю, что стоит ждать его ближе к релизу Doom'а нового. Найдите коробку с крысиным ядом. Пошли искать. Карта огромная для Hitman. Похоже, много миссий в эпизоде не будет. Да, я так понимаю, что тут просто огромная вариативность на самой карте. Вот. И онлайн-составляющая, так понимаю, с миссиями, которые могут... С контрактами. Поэтому, да, возможно, вы правы. Это будет одна большая карта. Но загадывать не хочется. Но тут две цели. И пока я вот... Единственное, нашел путь к ним подступить, это попробовать отравить их. Точнее, одного только отравить. Я пока не знаю, как женщину еще убивать. Alex, Морел, Шаман Кинг спрашивает. Кир, М01. Нет, как-то не привлекает меня Шаман Кинг. Валера ПС... Валера Плейстейшн. Арика, какой у тебя ник в PSN? У меня ник Юторама. Не добавляйте меня просто так, пожалуйста. Ну, подумал. Потому что я... Ну, у меня в PSN только в основном мои друзья, с которыми я играю в игры. Или там, зрители, подписчики, с которыми мы там иногда играем. Но просто, ну, я людей не добавляю. Не знаю, почему-то вот как-то с PSN так сложилось. Вот, когда играю со зрителями, тогда да, тогда нет проблем. Ну, просто так мне добавлять бессмысленно. Бет Порох. Будет ли в ближайшее время какой-нибудь стрим с Артемием? Надо уточнить у Артеми, но мне обычно, когда что-то его интересующее появляется, он хочет построить, он мне пишет. Он мне недавно что-то писал, но выяснилось, что релиз в апреле, поэтому не получится пока. Но, я думаю, будет все. Я еще крысиный яд. English? No. Please, no. Yes, but no. Будет ли на Nintendo Wii U эксклюзивная Зельда? А не ремейки других частей? Это хороший вопрос, на который, наверное, развернуто мог бы ответить Захар, если он в чате или смотрит визж. Если он существует. Мог бы вам, да, сейчас написать. Но, насколько я знаю, Зельда, которая как бы... Зельда, на которую возлагали надежды, которая должна была бы, по идее, выйти на Wii U, я имею в виду фанаты, она, по слухам, будет и на Wii U, и на Nintendo NX, пока что, рабочее название. Ну, вроде как так. Вроде как-то так. В каком году был выпущен первый журнал «Игромания»? 96-й или 7-й, я не помню точно. Как вам игра? Опять-таки, Валера интересуется. Как вам игра, Павел? Большая. Большая и не очень очевидная. Но в том смысле, что у вас есть большая карта, и вам надо думать, как убить цель. Просто выстрелить ему в голову здесь нельзя. В этом одна из пресс-тихий, кстати, да. То есть, ты изучаешь карту. Вот я сейчас пытаюсь найти крысиный яд, но у меня ничего не получается. То есть, я обошел. С другой стороны, я, конечно, довольно странно делаю. Я ищу крысиный яд где-то в продовольственном отделе. Тут вино и прочее. Есть у меня, кстати, к тебе предложение. Мне кажется, Хитман, знаешь, как он работает? Ну, то есть, я по своему опыту во все Хитманы играл. И ты все равно с первого раза не сможешь делать все правильно. То есть, тебе надо пробовать варианты, изучать карту и так далее. Сейчас я попробую такой вариант. То есть, я не подгоняю тебя, просто я предлагаю, потому что, когда ты уже второй раз придешь, ты уже лучше будешь знать. Третий раз, четвертый раз. Я сейчас пойду в туалет, избавлюсь от оружия. Отвали. Я избавлюсь от оружия. О, крысиный яд, может быть, здесь? Ищи человечий яд. Да, человечий яд. Слиться с окружением. Взять кухонную ночь. Вот. И попробую тогда пройти через пост охраны, который меня хочет обыскать. Вот. Поэтому тут проблема в том, что я бы прошел выше, но они хотят меня обыскать. а я не хочу чтобы меня о этот мужик мне нужен может 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 а зачем мне нужен его все равно обыщут давай сейчас попробую его убить тебя как на втором этаже я да понимаю да он там ходит туда-сюда но сейчас пойдет на сцену куда он идет его совершенно не смущает то что я иду за ним но даже даже сзади нужно нет на затылке глаз как вам новый вот нашел отлично говорим об этом когда он выйдет рвотный арик android или с станьте барменом с коктейлем но зависит от ситуации планшет у меня от apple телефон от от китайцев на андроиде поэтому тут и дэпэнтс как говорится дизи можно играть без ps плюс да можно играть но коннектиться к друзьям нельзя без ps плюс чаем это выяснили опытным путем на стриме тоже не закончилась как раз ps плюс и у нас был стрим по покупке ps плюс роллы отраве не 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 сейчас он он пьет особый коктейль поэтому мы сейчас замутим особый коктейль она я официант и так так что мне все нормально у меня все отлично то есть где-то наверно полчаса я просто ходил по зданию и пытался отравить и пытался просто понять как с какой стороны выбор то все ваши разными штуками травить да не не у меня я только один может потом вариативность я не пройдена напиток смерть так он наверное сейчас придет и бухнет китайцы проплатили арику рекламу за рекламу китая да да по пару по рублю с каждого китайцы и я весь в шоколаде вообще так вот он ну-ка я я сделаю так буду смотреть на него из-за угла а хитман завтра не завтра не завтра не завтра не специально для вас мы сегодня стримим его пишут а чего этот щеголь видимо про тебя на лысо не побрился но вот так вот нереалистично но я все равно по щегол павел щегол так он уходит куда почему он не взял алкоголь алекс что ты думаешь о масс-эффект и финале третьей части знаешь мне есть идея выпуска роликов паш на часто задам вопросы потому что ну здесь мне несложно рассказывать мне кажется люди которые слушают эту историю про мою историю про масс-эффект и его концовку в пятый раз уже такие о боже опять он сейчас начнет в общем в двух словах обожаю масс-эффект очень люблю вселенную третий масс-эффект мне понравился концовку я видел на ю-тубе потому что я дропнул игру в конце она взбесила толпами врагов вот серьезно я пришел в самый конец на меня выгнали 40 врагов потом скале и убей еще 40 врагов или даже больше я сказал да пошли вы в жопу и удалил игру в принципе мне нормально потому что сам процесс 3 части геймплей мне очень понравился боевка именно нет я не могу никак сложнее завтра весь день по стриме движим ну собственно так планируется пошли на сколько там тут два два панда поста да паша завтра будет весь день стриме движен пока версия уже на этот раз вот так он идет а потом у нас будет небольшой двойной удар сергей небольшой может быть поднос надо найти спрашивать проблема в том то что вообще не взаимодействует никак он больше с этим с этой же то есть рюмка по идее должна быть просто выпита ну то есть к ней должен подойти персонаж и может его надо как в цент отнести я не знаю есть у меня разводной ключ ему просто у меня с собой собой нету она никак не активируется плюс сама само задание было зафиксировано как выполнены вот сейчас он выйдет из той двери сейчас я посмотрю почему сюда идет так есть настройки графики в division на playstation 4 обещали на кстати да мы не посмотрел я не нашел я так типа я открыл что-то проглядел так по диагонали и вырубил опа нет ну что за кое у меня hitman сломался не выдержал я сообщу об этом я пишу а проблема так hitman где где х и Mor felicito хитом она мне забили все предложить приложить снимок экраны видеоклип да да отлично вот 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 я иду сейчас сейчас так давай действуй все уже было на грани нужно прийти вы просто такая ты задолбал просто пошел вон перестать сливаться слился это лучшее название было бы для стрима желтой прессе ты пишешь одно но имеешь ввиду другое но никто не узнает пока не заглянет внутрь если бы мы знали что там hitman может сливаться да ладно я отойду вернусь давай арик пошел разобраться что там происходит оперативно починили ddos что но очень обидно она там сохранение есть так загрузить игру загружай игру и sony звонят да срочно зайдать да сейчас сейчас все починим сейчас все починим так вот гость программы 1945 паша когда будет стрим по скарп механик я почитал комментарии к игре в steam выяснил что у нее пока очень плохо с оптимизацией я боюсь что у нас все будет очень сильно лагать вот так что пока пока откладываем его когда его получит получше сделают скрытая реклама меню playstation 4 паша почему галстук не у арика он по количеству волох 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 волос сверху чуть боль больше хитман чем ты да но я моложе кто моложе того и галстук вот она архитектура похожая с пк синий экран смерти добрался и до playstation 4 как 1945 и сейчас 1920 я так понимаю это по их времени паш ну может ты хоть ответишь не кажется ли тебе толпы слишком пластиковыми нет не кажется в антураж вписывается все все чувствуется вполне ок побрейся мания вы там с женой что разговариваете кстати насчет тревоги сегодня утром ничего серьезного что случилось да нет ничего не серьезно как видите разыграть ключи мы успели и живы и не что ничто не сгорело так ладно не не буду больше здесь стоять и ждать пока этот придурок придет выпить я пойду сброшу все оружие в туалет и и постараюсь пройти на третий этаж возможно будет а нет в туалет а нет все правильно все правильно шел это у галстука есть passion да сегодня галстук нарядный приодел в пашу приоделся если начать стрелять миссия провалится скорее всего да ну то есть панику она паника начнется у меня а кстати с этой стороны я могу пройти у меня тоже скажут извините да мне тут тоже говорят нам пойду короче в туалет можно даже не в туалет а вот сюда ну давай закрывай дверь никто не должен видеть оружие так лом выбросить отвертка выбросить так удавку придется выбросить что им а перепрыгнуть удавка выбрать мычка крысиный яд бросить предмет а пистолет я могу выбросить бросить предмет гаечный ключ бросить 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 в общем я все выбросил сейчас сохранюсь и посмотрю что что получится сохранить просто при пристрели его наконец я спалюсь надо же не спалиться удавку вроде же никогда не находили но судя потому что ее нельзя выбросить видимо да а сейчас я еще тогда выброшу отмычку тогда тоже выбор все теперь попробую пройти к ним давай обыскивай меня обыскивай меня со всех сторон павел когда стрим по олег шинсган алекс не знаю пока но было бы забавно ее постримить арик опять ушел привет это новый хитман да это новый полный полномасштабный хитман и так наша цель женщина я могу туда пройти к но они вроде не жалуются вы женщины без отстань от меня женщина вот какой-то чердак с призраками как-то я упустил этот момент другой прошел без опысков из без обыска это законно мне кажется он уже об из был был обыскан если разок прошел то наверное еще раз пропустят хотя не знаю что за подвал вот тут снайперы есть фига себе они же могут меня спалить вот я дурак что же я делаю это ничего сейчас так вот так что вот мое удостоверение бой отдыхай вас раскрыли отлично опа-опа-опа у меня же там труп дверь закрой молоточек что-то я лажу по какому-то по какому-то чердаку и меня палят 5 давкой душить быстрее я типа не душу никого включить пылесос проходим проходим не задерживаемся мне кажется в этом костюме меня палят еще сильнее чем в любом другом а ну да пистолет у меня нету черт с улицы на чердак можно было забраться можно было но тут видите сколько понятно у них тут опорный пункт обходим обходим жаль что озвучку не завезли да можно было быстрее понять что у тебя все плохо тебя сильно сильно палят так ладно сюда я не пойду мне еще почему-то раскрыли это какой хитман это последний хитман вот который вышел или как любит говорить крайний нет не бери монету в жопу монету в жопу монету не бери просто двигайся давай вернемся обратно давай просто вернемся к первоначальному плану с с работником аукциона охранники ломают четвертую стену своим разговором охранники готовы сломать мне шею чем я был по ходу в зоне в которой мне не стоило бывать 5 женщина к нам идет тут какой-то балкон с лица с окружением снаряжение нет яда счет даже пистолета нету так что она тут делает она тут пьет да она тут пьет значит ее можно отравить значит мне все равно надо идти надо было взять там яд так ладно пошли пошли брать яд хотя ну ладно 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 все я знаю где я сейчас я его возьму отравлю ее и хоть кого-то я отравлю в этой игре пока как-то не очень получается с отравлением присядь присядь павел ты похож на пионера а не на хитмана так пока они отвлеклись я тут такой о попу так забираем крысиный яд куда ты идешь куда ты идешь не подходи сюда хоть уходи отсюда ухать и хватит пить кофе у тебя нет ничего в кружке я знаю о ее нет ты меня не видел ты тоже меня не видел полива со всех сторон полива и не 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 ты ничего не видел ты ничего не видел ты ничего не видел так главное чтобы они труп не нашли все валим свалили так теперь надо ее травить с ул она была переодеться а вы из 4 кпк подключили чтобы стримить да все короче я подмешал и что-то и надо валить с этого этажа пока меня не спалили вас раскрыли надо пойти быстрее надо пойти переодеться все я охранник паша я уходил на пару минут расскажи что уже сделал пока меня не было ну вроде бы я отравил бокал женщины сверху я жду когда она оттуда выпьет у меня такое ощущение что они тут все работают так как хотят странно охранника почему-то не пускают ладно если обратно переоденусь этого полет да все очень сложно нет нет меня не выкинула я вроде бы даже отравил отравил женщину но она перец теперь не хочет идти пить то есть я видел как она пила а я могу про женщина это не постоянная величина да ну знаешь она может хотеть пить а потом такая нет чуть не хочу и может это теперь новый реализм хитмене ты понимаешь отравить она может не выпить я еще не зашел в запретную зону да почему они ко мне пошли в жопу короче где мой пистолет где мой пистолет вы все вы вы меня достали просто я просто пойду всех убивать эта игра не хочет чтобы я работал с ней вместе игра не хочет чтобы ты работала игра хочет уволить тебя где мой пистолет мучка лом все я набрался что у меня есть так пистолет 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 я устал я я подлил яд обоим жертвам они не захотели пить после возможно даже что ищут нет это бред какой-то я я просто изначально все всех боевать нет у них никого нету паники я просто начну стрелять так у меня тут еще была переодежка переодежка до телохранитель цикады вас раскрыли вас ищут но может кого-то еще переоденешься нет в том костюме тебя раскрыли ты сейчас выйдешь тебя сразу об но меня видимо могут только те оп кто кто меня знает вот вот тот охранник например юж соу гей тэнки сейчас у хитмена стелс мастер психоз убиваю всех вот я я долго и усердно пытался поступить правильно больше того я сделал все правильно я даже сделал не чтобы потому что красный яд рвотный он их не убивает они даже не ста это я понял они даже не стали подходить теперь к этому алкоголю было показано было сказано что ты можешь это сделать но теперь так кого вы кого убить кого кого я могу убить так чтобы особо беспалево убить и забрать его одежду так тут ребята стоят тут вот помню был вот вот этого чудика сейчас убил усмири его усмири нет кончился хороший хитман начался плохой хитман дохни ненавижу вас кикану капот капот начался плохой хитман м попав паша все что угодно превратить чипта чик п лоски и чутки п ты их так убьешь сейчас естественно они сами направили напросились слейся слейся с конем ха-ха-ха можно слиться с конем ха-ха-ха но я не официант не почему смотри они меня палят да мне плевать что вы меня палите мне вообще идеальное прицеливание, ладно суши солнце на вашей стороне мастер киллер 2000 это то что ты видишь вооруженное нападение вооруженное нападение нужна подмога нервишки что он улетел? а как насчет стримодел с драгонейдж? так они же давно уже вышли все движутся Захар предлагает тебе нажать на кнопку тащить и ты все пройдешь что ты и мирных будешь убивать? все меня убили Паша расслабься меня уже начинает это все если тебе дают какое-то условие да то есть например отравить напиток я сейчас загружусь там где меня не спалили до убийства до убийства вот я вот этого чувака убил вот это вот это я сделал зря окей я не буду его сейчас убивать Олег почему тебе так мне нравится серия Готэм? а сериал Готэм? слушайте я смотрел первую серию мне она показалась отвратительной с плохими диалогами с плохой игрой актеров мне просто стало дурно от этого вот как Паша сейчас от хитмана а вы хотели дарк соулс вот вам дарк соулс этот стелсовый заедете ли поиграть в первого хитмана? ну это моя любимая часть хитмана да может отравить и ждать в туалете? сейчас я еще раз попробую все пройти нормально может просто будешь сидеть в туалете вдруг что-нибудь произойдет так вот я не буду убивать вот этих ребят постараюсь тихо мирно прокраситься тут есть яд так этот меня палит так сзади 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 прячься меня здесь нет нету меня здесь нету ты меня не видишь он же не видит меня еще ушел куда-то и ну ладно а он говорит иди за мной окей пошли 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 а он меня может быть выпроводит из этой зоны ну да или что он попытается он сказал следуй за мной да иду 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 все лысый в определенный момент можно попробовать его усмирить так вот мистер ари как вася поживает да вроде нормально все с ним вот видели сегодня вот например сейчас вот например сейчас что ты заблудился я понимаю вот теперь теперь так теперь попробуем забрать это оглушить смысле да это оглушение почему ты не играешь потому что я я видит отхожу иногда отдыхает я даю сейчас тоже отойду вот ну и вот как то так вот и ну как не знаю новый хитмен меня не так как сказать завлекает как старые хитмены вот может из-за того что эпизодически потому что но я люблю то есть я вот понимаю что я вот поиграю в нового хитмена мне захочется еще его ждать я хочу подождать может пару эпизодов так у тебя там в любом случае эти всякие челленджи да ну посмотрим в большом количестве я в хитмена надо очень долго вот прям я люблю очень я очень туплю в хитмене очень долго в него играю ну тем более да ну то есть это как-нибудь может без стрима я тоже не самый быстрый как видишь рик ждешь the island 2 да ну так не очень а если ты бегаешь тебя палят ну я так понимаю не очень но так все я выполнил эту часть сейчас я отравляю жидкость в ее бокале когда этот хитмен вышел завтра и это а почему а потому что ты не официант загрузить а почему ты может просто уйдешь нет понимаешь план был хорош план был хорош арик ждешь варкрафт да вполне просто я забыл в последний момент переодеться по лима по первых хитмена быстро не проходит а эпизоды это из-за жадности разрабов ну я бы не сказал что это жадность ну в смысле в чем жадность игра она стоит денег определенных фиксированных денег жадность заключается в чем в том чтобы разделить ее на эпизоды не думаю ну то есть тут дело не в жадности в общем потому что в жадности была бы если бы каждая игра стоила по 60 каждый эпизод по 60 долларов а это немножко не то тогда игра из серии souls тебе нравится больше всего и почему сложно я их не разделяю мне они игры серии souls они для меня как единая некая игра большая так я взял а да взял то есть мне они все одинаково нравятся я испытываю одни и те же чувства играя в них сколько эпизод стоит я не помню сейчас как по ощущениям чувствуется старые части спрошу павел я в старые почти не играл то есть играл очень мало но чувствуется стелс игра ну то есть надо надо думать головой очень много то есть визуально очень похоже на старые части подсказки здесь есть только в самом начале дальше вам надо думать как убить все жертв выстраивать какие-то планы вот вот сейчас женщина это придет да вот она и приходит вот она видишь она так я как-то так прикроюсь под лампу она приходит пьет из бокала 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 какой смысл в вообще в эпизодичности игры прибыль же дополнительная в смысле ну если вы будете покупать каждый эпизод отдельно то это будет стоить чуть дороже если вы купите все эпизоды разом то нет никакой прибыли дополнительной по сути ну то есть только если там какие-то я не знаю микро транзакции здесь есть я не помню можно что-то докупать но я не видел магазин ну вот тысяч триста вот она стоит покупаете и получаете эпизоды там какое-то время если могут быть разные причины понимаете то есть можно это знает только разработчик почему так вот может чтобы дать но может ты работать хотят они лучше сделать может быть они хотят выпустить первый эпизод смотреть на реакцию аудитории во втором эпизоде улучшить то что было в первом плохо например и так далее ну то есть либо так либо просто не успевают либо есть еще вариант по поводу не совсем там не совсем о жадности а именно возможно именно в повышении продаж там условно выпустить один эпизод и там через несколько месяцев про него все забудут про Hitman если там выпустить полную игру а так у вас Hitman находится в инфополе на протяжении там почти года что тоже выгодно сказывается на ну на продажах игры если игра хорошая играл в Soul Sacrifice нет не играл по моему это настоящая игромания самое что ни на есть докажите что что настоящая логотип вот вам доказательства и что что-то ты можешь сделать видишь лампочка на ней может ее послушать надо или следить за ней что эта лампочка дает лампочка это один из способов но в чем он заключается умирает шевеление осмотреть ноутбук вот возможность в чем возможность может в ноутбуке возможность или может подслушать телефон обычно обычно нет еще не появилось ну типа надо ее послушать да что то прям совсем унылая часть хитмана вышла здесь концепция немного другая есть огромный уровень вот и вам это надо устранить то есть я так понимаю он судя потому что я вижу он просто гигантский можно ли прокачивать оружие да нет это же хитмана за чего какое прокачивание оружия вот я уходил как убили мы убили и загрузились уже так что нет это кстати те самые штуки про которых говорили что вы должны успеть выполнить это условие если вы успеваете то и оно считается что тут две галочки одну я пару пропустил два я даже не нашел видимо вот и вот сейчас используется интерактивная система ставок управляемость ноутбука если ты сможешь до него добраться то можно будет на время отключить аукцион так ты выманишь марголис подальше от людных мест отлично отлично только что ноутбук был у меня в руках стрим очень крутой ребята спасибо спасибо что смотрите стараемся для вас сколько времени уже идет игра шести часов сколько прошло не нет часов сейчас почти восемь без десяти восемь нифига ты уже два часа почти стрим да так в игре есть мультиплеер но есть контракты вот но мы еще не опробовали у нас скоро выйдет рецензия и вы сможете почитать полную рецензию где будет написано обо всем ну прячься привет от пирожка я со стрима праймала привет пирожок мне там просили передать захару сейчас играй скажите вам в хитмане графа нравится как тебе графа симпатичная графа в хитмане симпатичная павел апруфт да чё особенно так этот сидит палит этот за стулом понятно мне в общем надо обходить с другой стороны я понял ой 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 он сюда идет ой 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 я играю шаг дома в division division прохожу его не ожидал что до сих пор живет проект живет и здравствует Ой, почему у меня палит? Куда-то не туда зашёл. Спрашивают, а если вылезти в окно, например, и проползти по карнизу? Не знаю, но у меня уже есть проработанный ход. Кстати, вот она сейчас идёт пить. Вот она пьёт. Так, надо посмотреть. Неужели... Как тебе Division? Мне очень нравится Division, я с удовольствием играю, мне очень бы это понравилось. Да, ты отравил? Да. Всё, и сейчас должно стать плохо. Следи за ней. О, о. Не хотел бы проходить D3, как только он выйдет в кооперативе. Возможно, я не знаю, посмотрим ближе к делу. Посмотрим. Вау, ты должен пить немного воды. Как вам новый Хитмэн? Ну, выглядит как Хитмэн. Это пока что всё, что я могу сказать, так как смотрю просто вместе с вами. Хитмэн. Хитмэн. А, она пойдет в свои покои. Да, и кто? Ой, нет, 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 нет. А, нет. Сюда. забавный вопрос выход какой игры я действительно жду не обманывай будто да я обманщик страшный и вру когда говорю что жду каких-то игр ну все те же ну там dark souls 3 watch dogs 2 у я его убил астгардиан очень жду анчарта ну так не жду если честно до всем выйдет я поиграю с не хочется него поиграть но не запредельно дивизион очень дорогая игра на пластишн 4 смысле стоит как все игры четыре тысячи в чем ее дороговизна а их ждет новых пикменов все же знаю же да 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 зельду пик пикмен пикмен да никогда не играл в пикменов кстати но жду но жду обжигу когда смогу поиграть за четвертая часть 5 почему дивизион очень дорогая игра на тысячу 4 вот тут спрашивает кто-то вот написал я не знаю почему он так считает андромеда очень жду да она выйдет семнадцатом году поэтому если говорить о так то больше всего я наверно жду из таких игр от cyberpunk и ласт гардиан стоит покупки сложно судить мы с вами вот стримим сейчас вот смотрим очень ну вот ну hitman если вам нравится hitman наверно да потому что я вот смотрю и вижу что это но старый добрый hitman как обычно hitman и есть он там с небольшими изменениями но в целом это тот же hitman как обычно season pass 6000 стоит и division я без season pass и так что мне норм будете ли вы дальше стримить новый hitman или отдадите ночным редактором если не ошибаюсь на растерзание под стрим я не знаю будем ли мы дальше стримить когда будут выходить новые эпизоды конечно а именно этот эпизод я не могу обещать не знаю посмотрим и что сказать мнение брат дум и но мыской давайте я скажу я понял что один раз бессмысленно то что у нас все время зрителями но зрителей много приходит тут уходит невозможно сказать мнение по игре которая не вышла вот мы ешь мы их ждем но сказать что-то конкретное очень сложно потому что большая часть редакции скажем так не не играл на что если даже кто-то ездит на пресс-эвенты по каким-то играм я честно не говорю конкретно продумали на манская то либо у них нет возможности поделиться этой информацией в силу разных причин запрещающих это делать либо они делятся вот поэтому ну как бы большая часть нас не но не ну не пробовала эти игры пока что поэтому я в альфу не играл например кто-то играл говорят что вроде весело ну вот все что я знаю я жду мне интересно что получится это все что то есть как и в принципе любой человек начиная жизнь на пластич это эпизод пролог нет и я так вам пролог уже было это тренировочную эту миссию это уже париж основная основная да это по это париж вот сейчас я жду когда придет хорайзен арика труда я очень жду хорайзен зеруда у меня одна из самых ожидаемых но игр так что отравилась она отравилась но теперь я сломал ей ноутбук и она по идее должна скоро сюда прийти она опять куда-то ушла и внезапно стало лучше какая игра из серии souls по-твоему лучше я буквально 5 минут назад отвечал на схожий вопрос мне это все части souls я рекомендую все без исключения что что демон соус что дарксоул что блатборн все просто великие игры много ли здесь видов оружия я вот наблюдал паш собирался кимулся пистолет и автомат очень много ломы ножи все добро общем а как там очереди в дивизион проста его от без вас растая что я не врубаюсь я с другом сегодня говорил им подарили на зарождение голд эдишн дивизиона и кстати он стоит голд эдишн стоит или он не скажите голд дивизион же сезон пас или нет я не помню почему голд дивизион стоил 4к по моему вот и он мне написал смешное сообщение где черный экран задолбал но типа это решаемая проблема типа alt enter нажал там поменял разрешение чаще всего работает нормально в очереди не стоял давай две смс такие м альбыш проходить дивизион с подписчиками ну не думаю что весь получится ну то есть не всегда получается с кем-то играть спрашивает нас димитарова как мы относимся к бейсболу и все и рестлингу как ты смотришь кого что что бейсбол и все и рестлинг смотришь бейсбол не смотрел это для американцев и все не смотрю я не люблю обнимающихся мужиком ну вот что-то типа того прям дерущихся там вот это вот все мне как не очень интересно когда два мужика себя муту друг друга мутузит а рестлинг я люблю рестлинг он смешной он веселый так как-то в нее можно его бросить а вот мне кажется у тебя проблемы паш а что ты его бил да я бросил ей ножницы в голову на ты решил не ждать до меню я устал да я устал я ухожу да пора же миссию завершить что посмотреть если что-то за ней а есть вторая цель может да есть да я сейчас это и сделаю чтобы от меня отстали джон сина твой фаворит так 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 все равно поиск не знаю может одежку другую они просто ищут чувака ну то есть меня но в другой до одежды нормальность тут кого как в бете 60 fps но иногда проседает заметно даже для меня так пойду заберу свой пистолет чего фоткаете друг друга дебилы работаете у вас труп они фоткают где тут весь мой мусор алик васаду грешни пока или на 24 на пока играю васаду кармане ваши журналы супер спасибо стараемся так теперь я просто пойду убью того чувака и все этого будет достаточно арик в редакции ждет battlefleet gothic армада я не слышал ни от кого чтобы кто-то ждал ее но возможно кто-то и ждет я же не со всеми обсуждаю именно эту игру понимаете как прошел вчерашний сеанс поедание шурма великолепно мы смысла не были на седьмом небе от счастья дальше и по-моему захар стоит как тебе новый секретный материал я и старый ты не особо жаловал ну то есть мне у меня нет хайпа по поводу секретных материалов что у тебя остался мужик когда все я сейчас убью найду выход из этого и главный не горячись и сложившийся не так уже уже пофиг мне просто найду выстрелим в голову и уйду у вас есть playstation 4 нет очень странный вопрос конечно в редакции у нас есть все все консоль вот этот парень сейчас тут пройдет быстрее пистолет не успеешь он идет ты только запалишься мне кажется нет смотри а он сзади проходит наш сигаре о я отверткой убью окей там же за ним прям bodyguard стоит да пофиг главное попасть ему в голову и все ой рисковый ты парень павел рисковый сохранить сможешь да могу отчаянные времена требует отчаянных действий у компании редакция это странный вопрос что компания она должна существовать в любом случае в лицо только я его не убил правда ну ладно серьезно ладно но тогда пистолет тогда пистолет зачем ты меня сбил вообще из пистолета если получил разводным ключом и отрубился отрубился все пистолет наш выбор германин скажет привет москве в москве каждый день привет говорим нет 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 не то вот это гвоздь программа попернуть движок тот же или нет тот же этот какой рик это nintendo nx гласи 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 по моему или как так так он называется кто движок старый ну да его в начале там показываю хорошо сохраняется сохранился движок движок хорошо сохранился все сейчас я ему просто стреляю в лицо и убегают и думаю на этого на это хватит сил два часа я бродил поэтому сразу за нубежи убить давай закончим реально можно просто мучение пристрелить их всех все где мой пистолет а где мой черный пистолет она большой каретный ах ты сволочь мразь все до свидания это было великолепно и все ты их отомбил его потом да пушку спрятал да все ухожу сливаюсь надо было в подвал идти а ну я знаю где я щас сольюсь тут мне никто не увидит вас ищут я знаю что меня ищут а вон можно уйти через тот вертолет отлично и чё ты присел а время убивать зачем ты сейчас блин зафейлишь ничего не за они тут тут всего два чувака понимаешь ну ладно а у меня есть глушитель а плюс у меня еще есть я могу замаскироваться давай быстрее двигайся прячь пистолет найдено тело вон там еще когда на лодке видишь можно уплыть нужно уплыть на лодке отлично или улететь на вертолете но я уплыл на лодке вышел новый трейлер капитана америки но вот сейчас посмотрим а завтра утром обсудим запретная зона нет ничего запретного для человека с пистолетом в руке и что какой бой почему он не умер эти в голову попал урод простите у меня перезарядочка женщина ты как свидетель проходишь ты же она больше пуль выдержала читать мужики свидания а еще ключ надо какой-то сволочи ладно 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 это вызов я обожаю мне нравится как ты играешь хитмана просто можно взять кстати вопрос про то можно ли в женщины прийти они идут уже с этой стороны я пойду с другой страны в этом году хитман не удался этому нет хитман не удался это тактика нет эта тактика и смотри я отвлек отвлек я так и делаю все я думал такой все как бог вообще я отвлек а сюда прибежали отвлек до прибежали посмотри они расстреляют но это то но что ты должен все стол с игры проходить бэм все я прошел я прошел я прошел я убил две цели я прошел все пусть может быть немножко неправильно но я первый раз играю в хитмана так что отлично убил женщину правда какой но она свидетелем было за куда она смотрела она могла смотреть другую сторону осмотрел ролик нам показывать до днем ранее было написано полотеля замочил кстати не нет я значил немного это ваш черед а я забор Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok